Про трансформацию, про изменения. Я изучаю формации, изучаю там системы, систему управления. И на данный момент я пришел к выводу, что основным центральным элементом, так сказать, вокруг чего все крутится, да, все эти там политики, там, экономические теории, это всегда распределение. Значит, экономика это производство и распределение. Так вот, само производство, оно не так интересно. То есть, вот там производство идет, так или иначе будет идти весь вопрос, как распределяется продукт. Произведенный. Распределение есть первичное и вторичное. Ну, первичное распределение это внутри предприятия, между работниками и владельцами, акционерами, директорами. А вторичное это рынок, ну, или плановое там, военный коммунизм. Значит, на самом деле, вот эти изменения, трансформации, да, когда мы говорим о том, что бенефициары меняются, это всегда право силы. И когда говорим, там, цифровая трансформация, там, изменения технологий, да, которые приведут к улучшению, самое главное это тот, у кого есть сила. Сила, может быть, как физическая, но прежде всего сила воздействия на людей. Одним из самых серьезных воздействий является учение формаций или идеологии. То есть, идеология, она определяет поведение людей. Причем, идеология, это во многом религия. То есть, она нелогична. Человек просто верит. Я вот смотрю, изучаю там две основных, это капитализм и социализм. И вот идут споры о том, что лучше, что хуже. И каждый приводит свои доводы, и каждый прав. Но это вопрос религии. Если мы будем смотреть на уровень биологии, биологии поведения человека, то приходим к тому, что есть ресурсы, и весь вопрос, как эти ресурсы перераспределяются. Ну, а дальше идут разные религиозные течения о том, что надо вот так, или надо вот так, так оптимальнее, так лучше, так лучше для меня, а так лучше для народа. Вот. На самом деле, всегда есть некая условная золотая середина. То есть, как бы в своем пределе социализм – это утопия. И в своем пределе капитализм, да, там, с либертарианством – это утопия. Это некое светлое будущее, которого никогда не настанет. И коммунизма не будет. Так же, как не будет равенства, там, в либертарианстве, да, или равноправия, или там, свобод. То есть, всегда свобода одного человека ограничена свободами другого человека. И всегда есть те, кто лучше разбирается, и те, кто идут за лидерами. В общем, там возникает система управления, и дальше идет подчинение. Ну, так вот, по поводу силы. Значит, действует право силы. И самое интересное, что вот идейное течение, ну, дальше там, там, финансовая система, экономическая, но право силы физической никто не убирал. То есть, если формация или идеология инструментами, там, демонстрации, еще чего-то, не готова и не может применять физическую силу, физическое насилие для достижения своих целей, установленных, да, там, по идейным формациям, то это течение, оно ничего не добьется. И вот, когда мы смотрим на то, что надо действовать законными методами, и, как бы, идти голосовать, и мы таким образом что-то поменяем, это полная туфта, ничего не поменяется, просто одни фамилии сменятся на другие фамилии, при этом сама система останется такой же, как и была. Это не трансформация, это не изменение, это просто переписывание, там, одних фамилий на других, то есть, вместо, там, Пупкина будет Иванов, а бенефициаром, ну и что? Это для людей ровно ничего. И те, кто сейчас ходит, митингует, это лишь инструмент, мясо. В основном молодые, и я вот сколько смотрел, там, к ним подходят, берут интервью, они не понимают, вот, у них нету понимания, для чего они выходят. Ну, типа, прикольно, стадный инстинкт. Да, против воров. Да, за то, чтобы были выборы. Да, за то, чтобы была иллюзия изменений. Это, на самом деле, даже хорошо. Главное, не перегибать палку, вот. А если реальные изменения, то первое, необходимая база, теоретическая база. И в этом плане, там, Карл Маркс, Энгельс, они очень хорошую дали базу, рассматривали там с философской точки зрения. Надо пересматривать, потому что все-таки это было уже давно, там, сто лет назад, больше. И надо это все пересматривать с учетом современных технологий, с учетом современной нейронаук, изучения поведения человека, да, там, зависимости, и программирования человека. Значит, так или иначе, повторюсь, что право силы никуда не девается. И в любой системе формации необходимо предусматривать изначально, как будет осуществляться процесс перехода, трансформации, с учетом того, что будет применяться система. Конечно, желательно не применять, чтобы не было революции. И для этого необходимо демонстрировать. То есть, когда грабитель подходит к человеку, то он не применяет оружие, он демонстрирует оружие, демонстрирует возможность его применения. И тогда он достигает того, чего хочет. А любое государство, любая система, она фактически паразитирует на своих подданных. Весь вопрос перераспределения. То есть, насколько много она забирает себе на существование самой этой системы, да, там, в виде, там, чиновников и, там, руководства, и сколько она позволяет оставлять гражданам себе. Да, то есть, условно, баранов всегда стригут. Но можно состричь все вместе с кожей и с мясом до костей, а можно состричь, там, только верхний слой, там, шерсти. Да, при этом оставить шерсти так, что будет еще и тепло и комфортно. И вот в этом формации они как раз и отличаются друг от друга. Я думаю, что следующая формация, система, будет ближе к социализму. То есть, ближе, больше будет совместного владения и всякая уберизация, она об этом говорит. Но социализм в своем пределе это утопия и тоталитаризм. И других пока не видно. Поэтому называть, там, социализм, коммунизм неправильно. И то, что я говорю про социализм, я скорее имею в виду социал-демократию. То есть, когда есть принятие решений, за счет голосования, опрос общественного мнения, понятно, есть правящий класс, но при этом обязательно обеспечиваются социальные услуги. Там, в том числе, безусловный пазов доход, бесплатная медицина, бесплатное образование, в том числе, высшее образование. И вот этим, вот это я называю социализм. Полностью обобществлять я против. Того, чтобы полностью обобществлять. И в своем пределе социализм, повторюсь, это утопия. Я назвал свои вот мысли, то, что описал, ноосфера космизм, где вкладываю и понятие идеологии, то есть, ради чего все это делается, куда движемся, и о том, что экспансия человечества за пределы Земли, то есть, создание, там, колоний, поселений, там, на других планетах и в других галактиках, ну, это далекая миссия, да, очень далекая. А более локальная, это создание справедливого, то есть, более равномерного распределения, чтобы не было больших перекосов, там, не было, там, в тысячу или в десятки тысяч раз о том, что один зарабатывает больше, чем другой. Я считаю, что, как олигарх, какой бы гениальный он ни был, он не может в миллион раз больше зарабатывать, чем рабочие на стройке. Не верю в это. Я думаю, что разница между сверхдоходами одних и бедностью других должна сокращаться. Но понятно, что мы говорим о равноправии, то есть, равные права и равные стартовые возможности, но кто и как воспользуется этими возможностями, это уже дело самого человека. В любом случае, образование, медицина, безопасность должны быть бесплатными. Это моя позиция. Ну, а дальше, в принципе, каждый может зарабатывать столько, сколько он хочет, уплачивая налоги, само собой. Ну, на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok